У нас сегодня с вами предстоит внеурочное занятие А, и вы объединены на группу. Я бы хотела вас попросить определить свою роль в группе, кто из вас будет командиром, кто из вас покормитель, а кто аналитик. Что делать? Ребят, ну командир понятно, за что отвечает. Он управляет работой командой, дизайнером, он будет оформлять, рисовать. А аналитик, он анализирует, сидит и управляет всеми этажами на мозге. Да, ребятки, все, вы определили свои роли, и теперь я хочу, чтобы вы посмотрели небольшой видеоролик и подумали, о чем сегодня пойдет речь. О каких именно животных вы узнаете, если вы возьмете карточку и выводите задание. Что у нас сказано о задании? Смотрите, в конвертике, достаем с конверта карточки. Что видим на карточке? Многочлены, конечно. Что вам нужно сделать? Многочлены привести стандартного фирма, либо решить уравнение. И выписать букву, которая соответствует вашему чеку. Ребят, не забывайте, что вы работаете в группах, и если вдруг вы запутаетесь или забудете, вы можете помогать друг другу. Почему? Так, Миша, вы пытался. Это у нас что? Это уравнение? Нет. Я не знаю. Спасибо. Волк, ты можешь написать, Миша, помогая. Канелы, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. У тебя какое число? Ты не написал, сколько у тебя получилось? Десять? Десять записок. У нас сегодня предстоит математическая птичетка и по страницам красной книги. Ребят, а что вы знаете? Что такое красная книга? Это книга, куда записаны беседающие виды животных. На гранище смотрения. Или которые просто требуют защиты, да? А почему цветами на красной книге? Почему на красной? Потому что символизирует опасность. Опасность, да. То есть предупреждают о том, что можно осторожнейше относиться к животным. А только не животные здесь. Нет. Растения еще занесены. Так вот, ребята. Красных книг существует несколько. Есть общая красная книга России. Помимо этого, есть красная книга в каждом регионе. Вот у нас в Томской области тоже есть красная книга. Здесь наглядно можно посмотреть, как она разделена на раздел. То есть каждый раздел своим цветом назначен. Красная книга в Томской области начинается с раздела «Животные». Что мы можем к животным отнести? Кого относим к животным? Великопитающих. Еще кого? Птицы. Птицы. Рыбы. 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 Растения. Растения. Относится к животным? Да. Ребята, насекомые. Про насекомых забыли. Насекомые. Это тоже животные. Вот мы сегодня с вами поговорим о млекопитающих. Конкретно о млекопитающих занесенную в Красную книгу Томской области. Смотрите. Чтобы узнать, кто это получится у нас, вам необходимо выполнить задание на координатной плоскости. Пожалуйста, приступайте, работаем в группе плоскости. То есть, что? Когда мы объединив все четыре части координатной плоскости, мы получим рисунок. У меня тоже есть. Программинг. У меня есть небольшая терапия. У меня есть рисунка. Ребята, еще, пожалуйста, используйте маркеры, потому что... Так, удовольствие. Так, ну, кто у нас остался? Последняя группа. Они все аккуратненько делают по линейке. Единственное, работает по линейке. И, ты тоже по линейке. Ты, конечно. Хватит слово. Что это? Ты ешь. Ты ешь. Да. Это так. И он там может быть. То есть, ты ешь, это млекопитал. Еще записанная в красную книгу, он стоил. Ну, а в области называют, он ешь обыкновенный, да? Что вы знаете о ежевым? Что они маленькие? Есть иголки. Маленькие есть иголки. Коглевые. Колючие. Прогручие. Сворачиваются в кубочек. Я облаке не носит. Облаке не носит, на самом деле. Хорошо. Ребят, он вес. А, ну, кило? Ну, размером, чтобы. Да, так много. Кило. Кило. Ребят, я предлагаю вам узнать, что более-менее точный вес, используя круговую диаграмму с конвертиком под номером. Ребят, кто выполнит, может пойти и выполнить задание. Показать, кто выполнит задание. Ребят, кто выполнит задание. Ребят, кто выполнит задание. Это три просто. Это соответствие. Если, да. А единица измерения какая у нас получилась? Чего это получилось? 1,35 тысяч килограмм. А если использовать срок слоума грамм. 1 килограмм сколько-то? 35 грамм, да? Так. Ребят, у всех получилось так? Да. Все, все справились с заданием. Да, хорошо. Предлагаю идти дальше. Ляда. Да. Я очень не теряла. У нас следующий раздел красной книги, который в разделе посвящен птицам. Четвертое задание. У вас там есть задание. Четыре карточки. Вы уже распределяете между собой. Сработает. Кому побольше даст две карточки, кому поменьше одна. И работайте по алгоритму. Алгоритм у вас на четвертой карточке. Дальше решаем. Дальше решаем. Как сколько? Как 6 целых и 13. Да? Егор, дальше по-другому что-нибудь делать? Мы пошли. А. 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 Уже догадались. Давайте заберем картину. Это пламинга. А. 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 Нашел? Нашел? Так. Я несколько раз слышала правильный ответ от вас. Давайте еще раз повторим. Розовый фламинго. Розовый фламинго. Ребята, они постоянно, в месте обитаниях, находятся перелетные птицы. Они останавливаются гостя. В то время, когда они останавливаются, они получили фламинго. Давайте подумаем, что вы знаете о фламинго. Я не знаю, Миша, интересный факт. Давай уточнишь его к следующему занятию. Может, надо на гео стоять? Еще есть какие-то факты? Какого примерно роста? 50 км где-то больше. Может, метр 50 км. А еще есть варианты? Какого роста фламинго? Примерно с человеком. Примерно с человеком. Давайте как раз мы сравним фламинго с ростом человека. Я вам предлагаю взять самого высокого из вашей команды. Проверить какой. Извиняйся. Сначала мы узнаем, сколько роста фламинго. А потом уже мы сравним рост фламинго с вашим ростом. Ребята, третья команда. Я вам предлагаю. Или кто-то другой желает. Подойти и делать задание по почке. Да? Восемьдесят. 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 С чего начать? Восемьдесят. 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 Тут что такое? Вычисляйте, пожалуйста, рационально, да? Можно в уме. Можно в уме, пожалуйста, как удобно видеть. Ребята, те, кто делает карточку. Так же получилось? Конечно, 39 Вова. Прошу еще раз посмотреть и оценить это задание. В особенности предпоследнее действие. Что вы делали? Получить единицу. Можно было нервничать. Но потренировали свои вычислительные навыки. И выяснили заодно, что рост фламинго составляет полтора метра. А вот теперь я предлагаю все-таки сравнить с ростом человека. Я не знаю, я там сидит. Куда не помогает? Я готов на руке. Изменить. В гистограмме у вас есть область, если в гистограмме есть заготовки, вам нужно отмерить Полотки нужной высоты и представить на диаграмме у вас фламинго, да? Фламинго розовенький Кирилл, а сайте, пожалуйста, мы посмотрим в действительности Давайте посмотрим по диаграмме, кто у нас самый высокий получился Наверное, Витя, а может быть, Кирилл А в жизни давайте встанем, посмотрим, кто из вас меньше Ну, примерно одного рода Вися, она насачивается Одинка Паша И последний раздел красной книги Насекомые Насекомые у нас тоже занесены в красную книгу И о каком насекомом пойдет речь, вы узнаете из конверта под номером 7 Достаем карточки, смотрим, что я от вас хочу Разделить Одна слет Одна слет Одна слет Пять АВ разделить на пять АВ Мы узнаем, о ком пойдет речь Объединить, я вам предлагаю, вот такую табличку Шесть Номер клеток Вот у вас первые клеточки Пожалуйста, посмотрите Три клеточки, да? Два блики Два блики То есть первая группа Вторая группа Третья группа Так, ну и вторая группа Снимаем Шесть 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 Ребят, что Это за слово Спасибо Не совсем Подумайте Ребят Нет слова Давайте подумаем Как вы в жизни поступаете, когда встречаетесь с незнакомым словом? Толковый Мы убегаем от него Толковый словарь ищешь? Толковый Переводчик Переводчик Вот, пожалуйста, давайте Найдите Выход из этой ситуации Можно? Можно А, шмель Шмель Это шмель? Да, шмель Ну, смотрите, окончание би Это пчела, да? Да Но это не совсем пчела Шмель Шмель Все верно, молодцы Перевели Пойдет шмель Ребят, что мы знаем о шмеляхах? Они жалят Они жалят Опасные, жалят А как живут шмели? Где живут шмели? Улья, наверное Ребят, у них есть земляной улья Они там живут Одиночку или как-то по-другому? Семьи или нет? Конечно, семья Как вы думаете Сколько особей Семьи шмеля? Несколько Давайте Узнаем Сколько шмелей Живет в одной семье Выполним Задание из последнего Предпоследнего конвертика Задание Задание Уж Сотка Сотня Однгад 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 Получилось У нас тоже получилось Сегодня мы поговорили с вами о трех животных, а теперь я предлагаю вам проявить ваши творческие способности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...